Вот в рамках текущего ремонта проходит полная реконструкция спального корпуса. А вот это как раз корпуса 60-х годов. Здесь будет ремонт в последующем. Эту дверь, возможно, открывали еще родители сегодняшних школьников. На стенах кот Леопольд, комната словно с картинок Яралаша. Это старые корпуса, но в новом за миллион рублей. Отличий практически не будет, утверждает руководство. Мы приняли решение принципиальных отличий не делать, чтобы не было так, что несколько детей живут в старых домиках, а 16 детей, допустим, заселились в новые домики. Потому что детям нравится, дети привыкли из года в год практически одни и те же. Вместо будильника детей здесь будет петух, а на завтрак счастливчиков ждут свежие яйца. Досуг во время отдыха с пользой. Учиться следить о домашними животными школьники в Гагаре не будут с помощью этих милых козлят. Трогательный зоопарк, футбольное поле, пейнтбольная площадка. Такие фишки есть практически в каждом лагере. Но возраст от этого у лагерей не отнимешь. Обновления они пока проходят лишь частично. Казань в этом особенно нуждается, потому что многим из них и больше полувека, и десятилетиями ремонта не делались. Здоровье наших детей в летнюю смену, безопасность. Самые важные вопросы, к которым я прошу самым серьезным образом подойти. Так в этом году во всех казанских детских лагерях появятся камеры видеонаблюдения. В течение года в соответствии с нормативами объемов услуг в детских лагерях, в том числе пришкольных, отдохнут порядка 40 тысяч казанских школьников. За путевку в муниципальный лагерь родителям придется выложить примерно 4 тысячи рублей. Это треть стоимости. Слава Тухмадуллин, Марацет Гараев, ТНВ, Казань.